Ну, давайте теперь ходить не в туалеты, а прямо на тротуарах, прям всех! Это же естественно! Ну, давайте! Возмущаются! Матерная брать считалась выпиющей нервной распущенностью и неприемлемой в общении нормальных людей. Но в нашей с вами современности ругаться матом становится нормой. Пропаганда, сквернословие, так и льётся со всех сторон. А что в мате, собственно, плохого? Кажется, это более-менее так, кажется, естественно, да? Естественно! Всё естественно хорошо, не правда ли? Не правда ли всё естественно хорошо? Ну, а почему? Чё ж ты худого? Правда? Ну, давайте теперь ходить не в туалеты, а прямо на тротуарах, прям всех! Это же естественно! Ну, давайте! Возмущаются! А что это возмущаетесь-то? Это же естественно! Что такое матерная брань? Мы же все знаем, и какие там слова употребляются, и с чем она сопряжена-то, против кого там направлено. Тут и мать, и отец, и Бог, и все прочие. По отношению к кому? Мы бы хотели, чтобы в лицо сказали мне о моей матери что-нибудь пакостное? Да? А теперь я привыкаю, когда мне говорят, мы загрязняем свою душу! Матерная брань – это грязь просто! Ну, просто грязь! Как вот всё равно, вот, всё чисто, хорошо, давайте сюда грязи натаскаем, мусору, хламу! Вот что такое матерная брань! Что у нас, разве у нас нет, нет у нас соответствующих слов, чтобы выразить свои и чувства, и мысли, и пожелания? Да! Действительно, ещё раз повторяю, извините, но Высоцкий правильно сказал, да! Грязь есть грязь, в какой цвет её ты не крась! Вот что такое матерная брань! Поэтому, с точки зрения религиозной, кстати, я вам скажу, это считается грехом! То есть, грехом – это что такое грехом? То есть, то, что ранит человека! Да, это ранит! Почему? Да грязь! Хорошее платье, хорошая одежда, и вдруг забрызгаете грязью, и покажитесь всем! Это же естественно! Я шла, машина, брызгала, чего-то, правда, ничего страшного уже? Машина же! Естественно! Нет! Это противоестественно! Мы знаем такое великолепное понятие, прекрасное понятие, прекрасное слово – красота! Где нет красоты, красоты, там нет добра, я вам скажу! Кстати, в христианстве Бог именуется первичной красотой! Кстати, никто-нибудь Пифагор назвал назвал всё вот это мироздание чем? Космосом! То есть, красотой! Женщины все знают, что такое косметика, правда? Ну и мужчины так слыхивали! Космос, красота, что вы! Красота – это великое дело! Это то, что радует душу, то, что привлекает душу, наслаждает буквально душу, красота! И вдруг вам вместо красоты вот эти гадости вам плюнут, эти слова! Вот что такое! Это нарушение красоты, если хотите! Поэтому в христианстве это считается грехом, и справедливо! И очень жалко, что опять всё это идёт из того же источника! Я говорю, это свинство! Понятно? Матерная брань – это свинство! Кто-нибудь бывал когда-нибудь на свинарнике? Нет? Я однажды был в деревне, зашёл, Господи, ужас какой! И нас хотят превратить в свинство! Вот что такое матерная брань! Спасибо!